На полях у села Глиноя сегодня начали высаживать кормовую кукурузу. Этого дня аграрии ждали с начала месяца. Работать мешала плохая погода. Как началась посевная, увидела Алиса Плохова. Погода ясная, поле чистое. 45 гектаров земли ждут сева. Несмотря на поздние старты, аграрии успеют в срок. Говорят, через два дня посевную закончат. Мы специально взяли такую сорт кукурузы с длинным фау, потому что она может дать больше потенциал урожайности. Мы хотим попробовать, посмотреть, как получится. Потому что книжка пишет, что ее можно получить 17 тонн с гектара. Мы хотим попробовать это сделать для того, чтобы получить эти 17 тонн с гектара. Мы увеличили специально и густоту, мы специально дали и удобрения с посевом. Планируем много, хотим получить 600 тонн. Задача непростая, но выполнимая. Без современной техники здесь не обойтись. Эта ласточка знает свое дело. Прямо сейчас машину наполняют зерном. Одновременно эта сейлка и высаживает зерно, и удобряет землю. Эта машина обработала уже 10 гектаров, а еще впереди 35. Сейлка универсальная и высокоточная. Четко выполняет команды, идет строго по курсу. 70 сантиметров между рядами, 10 сантиметров между зернами. Соблюдает машина не только дистанцию, но и глубину закладки зерна. Машина прямо точно все это делает. Машина точно делает. Давайте проверим, насколько точно. Посмотрим, где у нас зерно кукурузы. Такая влажная должна быть, да, земля? У нас прошли вчера осадки, и вот кукуруза. Вот она, вот она на глубине у нас 3 сантиметра. И сразу видите, она вот, видите, беленькая, это вот все удобрение сразу ставит. Как работа идет? Да так, потихоньку. Громко очень? Как громко идет? Вам не мешает такой звук? Не мешает. Управляет тяжелой техникой Анатолий с легкостью и удовольствием. Эту сейлку механизатор с 50-летним стажем знает, как свои пять пальцев. Даже починить может. В поле выходит всегда с песней. В кабине у водителя своя атмосфера. А что вы обычно слушаете? Одновременно с пассивной на поле идут и монтажные работы. Через неделю здесь установят дождевальную машину. Тоже новую и современную. Управлять поливом можно будет с телефона. Для чего конкретно вы сейчас вот это делаете? Чтобы сделать ровную площадь. Чтобы она была гладкая и ровная площадь. Так, цемент уже, по-моему, затекает в сапоги. Вы не переживаете? Ничего, по-моему. Кукуруза поспеет к концу сентября. Что будут делать с урожаем, а аграрии уже решили. Часть его планируют отправить на экспорт, часть реализовать дома. Алиса Плахова, Леонид Мостак, ТСВ.